друзья всем привет всем горячий привет это канал сам солнышко play и мы начинаем проходить вторую серию темных картинок под названием little hope маленькая надежда вот мы видели одно введение с тобой к этой части в прошлой серии man of medan есть не смотрел то обязательно посмотри вот и там что-то было ну там этот был мальчик из брендешмыга короче но и где он там еще играл господи мы миллера помощь вечно дурочку в каких-то играет чел короче такой рыженький вот поехали блин ну тут надо будет тоже короче постараться нормальный клавиши нажимать на тупить как в прошлый раз а то же все сдохнут у меня в конце просто еще я буду расстраиваться чё-то не знаю уже экзорцизм чё-то отзывы об этой серии довольно такие знаешь смешанные кому-то прям очень сильно зашло а а кому-то говорят что вообще пипец типа ну хозы ну посмотрим посмотрим чтобы все пройдем ну обычно когда вот так вот едут во что-то врезаются обычный будь еще щадо долбанемся почему-нибудь оленя там знаешь сбивай в заку или там кого молбард не сбили стандартная ситуация принципе дороге мусочку быть хоть на козелу уж на туманно ищу как тима куда нет вообще страшное место кто вообще по ночам есть маньяки только пенсию папа это нас остановили ли то чё-то произошло они свадьи дорогу перекрыли пусть ну качество графики в этой части явно там лучше хотя бы эмоции таки переключенная нормально выглядит пока а то в первую часть иногда страшно смотреть был на эту флис особенно когда не такой добрый день спасибо да что такое впереди не проехать авария пришлось дорогу перекрыть мы направляем всех через литл хоуп все нормально вас ничего не беспокоит все нормально просто хочу довести своих пассажиров вряд ли их потревожит небольшая задержка счет его тревожит и учет смутил дорога на восток как раз через литл хоуп минуту мне как-то очень тихо если честно прям и тут так вы слушай а наверное это на компе звук ну да так вот сделаем времени почти не потеряете вообще кайф ну его чё-то прям явно напрягло он не захотел ехать литл хоуп он как-то лишь так этот передернулся со страху еще немного и вы в жетоне дырку протрете чего какая дырка уже почти три месяца а в жетоне первые 90 дней и самые тяжелые знаю это глупо но мне все равно легче кто это говорит мы не туда едем ерунда небольшое говорите со мной таким тоном можете потише вещь я же говорила так мне теперь слишком громко дождись минут говорила что кого-нибудь собьют что по мне не сохранились наступки нет смотри блин где тут да все отличное начало курс изменён смысле а я как бы ни на чё не могла поди ну повлиять я не могла я чё чё значит курс изменён маленькой девочкой за девочки стоящей на дороге водитель автобус не справился про лень попала варю ну курс изменён как бы извините я ничего не менял никак не пус она сама сейчас наверное еще будет это превьюшка долго с нашему таким . который будет этот нет нет ну вот на балл наговорил мне он лишнюю прости друг ну хватит джеймс ты знаешь как меня злит когда ты не принимаешь меня всерьез я знаю дорогая но у меня был трудный день неужели они опять за старая ну да напился ну надо же я просто посмотрел с парнями матч милая и все как же все а то я не вижу прошел слух что кого-то могут сократить на фабрике годами это повторяешь меня больше беспокоит на что с меган ничего такого не вижу как напьешься ничего не видишь преподобный карсон задержал ее после молитв четвертый раз подряд у нее проблемы это важно джеймс слишком над ней трясешься мне сейчас не до этого какой сюрприз толку от тебя никакого а когда тебе будет до этого придумала проблему на пустом месте делаешь из мухи слона на пустом да вся семья на мне одной держится и семья пустое место хоть бы раз бы помог может быть у нас свои дети ничего такого бы не было вот это просто подло ты не видишь как мне только тебе тут тяжело дела на фабрике идут совсем скверно она я не хочу как павел вольгард надо пока не померить из комнаты не уходить короче увижу вышел не сегодня общего сказал свои дети то сеть на них дети вот эта девочка они типа себя которая набирает приема шей вон еще смотри мальчишка не опоздает это ее новая фигурка радкость какой безразличие ты чё мы нормальные пацаны ну хоть кому-то из нас весело астафия да мне его жалко парень явно ей не бар этот его стремный new age напоминает какой-то жуткий культ а я заходил на днях мы слегка потолковали он клевый классик великий альбом слышь перестань улыбать всем смешно и конечно и на нее паста ругается перед телеком залипает нельзя что к залипать он еще и так близко мне всегда говорили что я слепнусь любят зила смотреть разу и глаза тут же пластинки да не возмущаться с ней так жестко она случайно меган все происходит случай были у них два здоровых пацана да девчонка почему они не работают тогда чё мужик на заводе если дверь не починит придется через окно залезать это еще одно у них типа приемная фигасе немноговато им детей знаю 4 он опять налогался они грызутся с тех пор как отец вернуться что на этот два раза чуть сквозь дверь не вашу хорош папаша они все время ругаются одно и то же как старая заезженная пластинка дэннис я тысячу раз говорила чтобы ты отнес свой хлам на черта все все вежливе но мамка это не хлам а редкая очень престижная коллекция так всегда мамка зазлился на 4 люлей получат все в доме будто она в прошлой жизни сержант а может быть и было между прочим с ним то что ну не у них смотря у них трое взрослых детей то есть они все трое могут работать минимум эй не сейчас я занят эй успокойся ты к нашу шла вроде это значит сделано чуть не видел но и девчонках а где валится вот сейчас я просто хочу принять вам кто про тебя не говорю и отдохнуть от этого дурдом крест-крест блин как жуткая ужас да посмотрите его лица чисто вообще чуть заключил а это и она из тех детей которые люди родители балконе запирают мне лучше не встревать ты же знаешь я могу сделать только хуже кажется на этот раз все серьезнее они говорили о мэган она что-то натворила меня это не удивляет с ней точно что-то не так не понимаю чего к ней все цепляются ладно мистер благородный рыцарь где там мелкая принцесса наверное лучше и не трогать я ее старшая сестра и присматривать за не то не долг да точно долги отдавать надо она пошла наверх пойду к ней блин но она чисто дива лица я тебе отвечаю клянусь она дива лица так возьми чтобы поднять чуть-чуть а а спички спички и чё а раз так можно пускать газ и ждать и потом зажигать уже вывесят во всю комнату идет нет как отработал прикольно он прямо на полу неудобно смотреть так удобнее чем а значит у меня будет целый четыре кнопки он так тихо крался чтобы выключить телек телек был громче у шаги он мог просто смотри за своей сестренкой ладно мама беспокоится мама тебе беспокоиться больше не кажется ничего вам к ней сейчас то не пошла попробуй сам такую семью вырастить от вас бы сам дьявол сбежал поджав хвост не сомневаюсь от девчонки так точно так нажмите что переместиться другое место а вообще даже кнопки не нажимаю стоп-топ-топ чё там я не успел а вон как а слушай а вы считаете что это управление удобнее да типа чем в прошлой игре в прошлой игре мне как-то больше нравилось рулить сейчас как-то непонятно где давай я в ту комнату пойду я не увидела чё там на колесико мыши он может нажимать смотреть тут вообще всю кнопку ну это нажимаешь так нажмите чтоб поднять что положить суды на земную в англии литл музей литл хоуп ухты ухты но все в этой части значит точно мистика какая-то должна быть сто процентов так смотри нужно отсюда посмотреть перемещайте чтобы осмотреть а так колесо какой-то ну какие звездочки у него прикольно так что-то еще плата войти еще одна книженцы но не прям книжки смотрю любцы эта книжка такая же была в прошлой части помнишь на корабле у этой девчонки хоть отвлекусь от этого обязательно вращение для всех кому интересует суды над видим сальми нифига себе это получается прошлой часть еще отсылочка была прикольно я помню помню эту обложку может два раза и просто ходили смотреть и и помню сто процентов так там я уже смотрела идем сюда блин у него очень удобное управление но какой-то не не знаю не то чтобы непривычно но для такого такой игры она как-то него чудо прошло мне больше нравилось так выйти я не могу окей а чё мне сделать надо ли что-то мечу-то это мечет сказали сделать чуть не помню а мне может наверх надо девчонки подняться или к мамке может подойти сейчас покажу тут брожу дом смотри какую красивую картина мне нравится цвет прикольного тот зеленый раньше счет прикольно видишь делал сначала по день часы плюсик вот раньше то сделали половина стены как бы по дереву а потом дальше обоим что а мне мамка что это никуда подружка ой сестра это уже не смешно энтони это я или кто такой энтони о девальницу он идет ты прав насчет моей семьи да не ну точно смотри девальница меня закрыла я же говорю этот ребенок который запирает родитель на балконе но все кто там можно сейчас открою только полегче с ней минуту опа опа ну все пипец покатил огонь или чё такой пешка зим мега при на батику напился батю пьяный на кухне пожар прыгай там прыгать до 2 метра там же снег еще нет мага ну ну все-все смотри девка всех спалила короче ему батя пьяный все он он помер уже она всех заперла вообще за что она их так просто потому что одевалица наверху на чердаке застрял лезь на балкон стоп а как как чё делать я даже не знаю спасать ну им прыгать надо батя он уже не прорвется батя мне кажется он не вытащит уже он бы уже сдохнулся от дыма я не могу дышать как мама а не очень там огонь блин он сорвется сейчас он девка девка споря почему она не горит на надевали так мин садин майдан сама все устроила смотрю нечего переживать это все но мы тоже хотя она должна умереть так чоковым можем спасти не дива лицу мы не будем помогать донюку давай спасать дива лица все сгорела сама виновата в самосе подозвала ссори так сейчас подожди соображен чуть сделать здесь по трубе лезть в окно в окно скорее по трубе как-то немного небезопасно об окно это она куда полезет на дом что-то на что вздохнется и умрет подожди оба варианта тупых были она сейчас сдохнута от дыма блин Надо было по трубе лезть. Ну по трубе я еще давно так посмотрел на нее, она как-то не очень безопасная была. Скажи что-нибудь! Упс. Ну, знаешь, мне кажется, тебе суждено, что я не померюсь. Упс. Ой, блин, вот это самое жесткое. Не, вообще на самом деле самое жесткое, это от пожара умереть. Я читала, что смерть в огне это самая болезненная. Ой, это китайцы в прошлой серии, которые нас... Это, ну, бандит-то. Он, кстати, нервный житель. Что ты сделал? Сейчас подумаешь, что это он поджог. Хватит! Уже поздно. Сейчас подумаешь, что это он, короче, всех поджег и все. И упекут его в тюрячку. Но если он выживет, конечно, он уже побежал туда. Да, вот это начало. Все, сейчас наш красавчик пройдет по коридору. Я это обрежу, пожалуй. Все, дошел мой красавчик. Вот он, все. Улыбается. Это я, да. Привет. С возвращением у меня есть новая история. Не похожая на прошлое. Ну, расскажи. Че это там интересно? Свечки какие-то таскает. Ну, библиотека у него крутая. Видел, да? Волнитель. Нет? Уверен, беспокоиться не о чем. Да? Кто так уверен? Я и нет. Это история пока не завершена. Написано не до конца. И ваше решение ее закончит. Пожар? Нет. На него вы не могли бы повлиять. Что случилось, случилось всякие, массовое чистое. В смысле? Думаю, лучше смотреть в будущее. Жизнь только тень минутная, да? Сейчас вы посетите непонятный, может, тревожный мир. Насколько тревожный зависит от того, во что вы поверите. А насколько непонятный от выбранного вами пути. Ну, это как обычно. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Мы редко обладаем всей информацией, но мы должны делать выбор и надеяться достичь ясности, ну и желаемого результата. Как и в жизни, ваши решения важны. Ваш выбор затронет судьбы других. Вы видели начало истории. Так много смертей. Сколько их еще будет, зависит от вас. От решений, которые вы примете. Или шесть. Вам ближе рацию, эмоции? Слушайте разум или сердце? Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Так, ты что грузишь? Возьмойте дать вам один совет. Давай. Всего превыше верен. Будь себе. Так о себе можно и разуму верить, и сердцем верить. Типа 50 на 54. Но я здесь, чтобы фиксировать ваши действия, а не помогать вам. Такой хитрец. Я ведь не должен вмешиваться. Да? Не мое дело. Очевидно. Но мне позволено делиться с вами мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого. Если я посчитаю это уместным. Да. И еще кое-что напоследок. В Литл Холп есть картины, которые показывают возможное будущее. То, что произойдет, или же нет. А. Ищите. Они могут помочь. Окей, хорошо. Мне в прошлой серии ни одна картинка не помогла вообще. Я просто смотрела их и все. Но они вообще никак не повлияли ни на что. Я так люблю похороны. Какой-то интересный молодой человек. Единственное, что я там, ну, предугадала, точнее, знала. Это вот когда чел, когда мы встретили чела вот с пистолетом, что он себя убьет. Все. Как бы... И я пыталась сделать так, чтобы он себя не убил. Но все равно он себя убил. Но, наверное, так и надо было. Потому что либо он убил себя, либо он убил кого-то еще из наших. Никто из собравшихся не знает, почему произошел этот несчастный случай. Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Таня. Любящих объятьях бога. Это вот ее бойфренд, по-моему, да, был? Он же ее на машине мы видели, он ее привозил. Да, грустно, конечно. Такая выжил там кто-то? Нет? Непонятно. Рыженький-то наш выжил. Брандешмак. Брандешмак же, по-моему, назывался. Это от Netflix. Блин, забелюсь, наверное, на видео, пипец. Буду как смерть. О. Все. Живой, смотри. А где это он? Эндрю, 18 лет. Студент. Колледж. Другой по стране. Эндрю? Того звали Энтони. Не Эндрю. Тейлор, 22 год. Студент. Колледж. Управство. Чувствительность. Джоан? Так это его батя был. Что? Что? Не знаю. Не поняла. Может, поможете? Хватит дурака валять. Как у него дела? Думаю, все будет нормально. Может, сотрясение. Ясно, профессор. Или вас доктором звать. Может, позвоните куда-то? В полицию или скорую? Что-то я не поняла. Это же они же, нет? Эндрю, дружище, как вы? Где мы? Это, может, какая-то... Автобус разбился. Параллельная реальность? Напугались только. Понятно. Я никакой аварии не помню. Похоже, вы в шоке. Еще и сотрясение может быть. Вам надо прийти в себя. Ну, у него лоб рассеченный. Сто процентов. Сидите. А, это то, что они вот на автобусе. Таких, все, я поняла, поняла, поняла. Но это те же, ребята, те же. Вот дерьмо. Бесполезная дрянь. Вот это только я не узнаю. Вот ключунку. Так, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Пахуха, братуха. Еще что-то придумаем. Так, еще один паренек. Ну, это брательник его. Дэниел, 20 лет. Ну, его тоже не Дэниел звали. Судит Кольши, добродушая защита. Где телефон? Ну, это вон, он, он. Откуда у него фонарь? Бабка, он соль-ка. А это мамка, Анжела. Взрослая студентка. Грубе, смейте, притих. Пацаны, учу, гарантий давно, учу, учу, прикалываетесь. Они вас запутать хотят. Дэниел, это вы? Сошел с ума. Как хорошо. Дэниел. Ну, вот это, наверное, сестра Таня. Таня, в норме. Потому что они все тоже целы. Ну, как они там? Сойдет. Ничего криминального. Эй, Джон, знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Кстати, он построшший. Нет, не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведят к дороге. Встретимся там. Хорошо. До встречи. Ну, это... Не, они все. Это вся их семейка, которая сожгла девки, только нет. А девка, наверное, вот на дороге была. Помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Кто вы? Не знаешь. Ого, даже так? У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе. Вот не доехали. Аварий в программу не входит. На экскурсию ночью? Это куда это не ехали? Остальных и помощь. Можете считать это упражнением на закалку характера. О! А-а-а, вы справитесь. Блин. Простите, я такая неуклюжая. Сейчас я встану. А! Хорошо, ладно. Надо тыкнуть было в кружок. Все, вижу, да. Мне снился сон. Такой реальный. Нас окружал огонь. Жуть. Видно, ты нехило по башке огреб. Тропа, которую пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Давайте это обсудим. Он сказал, видишь, сон. Может, это ему приснилось просто? Нет. Просидим тут всю ночь. Лучше будет найти остальных и всем вместе пойти в город. Поищем там помощь. А где водитель? Он должен уже вернуться. Он как раз поступил разумно. Пошел в город за помощью. Ага, всех бросил и пошел в город за помощью. Ну, конечно. Вы правы. Идем, я с вами. Милах. Я прав. Чем быстрее найдем помощь, тем раньше вернемся домой. Вы держитесь рядом. Окей. Слушай, так может, это ему... Он ударился башкой и ему приснилось... Нажмите, чтобы прекратить движение. Нажмите ориентир на экране, чтобы... Че? Ему, наверное, это приснилось. Он потому что с ними ехал, тусил. А водитель хорош. Взял и свалил, а мы остались. И, короче, этот... Ему и приснилось, что они семья. Назад вернись, пожалуйста. Как это взял и ушел? Стоп! Ступ. Блин. Блин, управление, жесть. Посмотреть. Смотри, пожалуйста. Эй, Дэниэл, ребят! Я не ребята. Ну как вы там внизу? Дорога тут отстойная, но мы в порядке. Эта прогулка убила мне одежду. Это главная новость. Твоя одежда. Правда? На турии, ты че, бабуль? Эти шмотки, наверное, стоили больше, чем ты заработал в жизни. Денег у меня хватает. Не беспокойся. Деньги. Вот что ее интересует. Эй, что происходит? Ничего, просто пытаюсь их подбодрить. Дэниэл, телефон при тебе? А то на моем сигнала нет. Наверное, выпал при аварии. Мы тут на всю ночь? Мы пойдем дальше. Мы тут на всю жизнь. Слушайте, валится и здесь. Она здесь. Она и тут нас преследует. Че тут смотреть-то еще можно? Я просто не знаю. Если я вот... Блин, как это посмотреть-то? Далеко как будто не хочется отходить. Короче, на среднюю... Ну, на среднюю кнопку... Это она останавливается. Смотри, вот так. Оп. Во. Велком ту Литл Хоуп. Обандон? Обандон? Че такое? Оставь надежду. Вы о нем слышали? Литл Хоуп? Нет. Нет. Не думаю. Вы должны знать о Литл Хоуп. Чего? А он прав. Подлавил тебя? Подлавил. Тупая, говорит. Без своего смартфона. Кто ты такая без своего смартфона? Никто. Тупая студентка. Че там воняет, что ли? Раз вас видеть, наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. Ясно. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. Блин, какая она это? На воротах цепь. Не любят молоденькие девочек. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? У нас, кстати, опять ты заметил. Две девчонки и три пацана. Мужика. Готов. Я буду толкать отсюда. Давай, я готова. Че нажимать? Один. Часто нажимайте. А, это я могу. Вот это я понимаю. Молодцы оба. Слушай, если вся игра на мышке, я вообще выиграю. Я мастер мышки, короче. Я не мастер клавиатуры, а мастер мышки. И что теперь? Пойдем в город искать помощь. Вы в курсе, где город? Да, мы рядом с Литл Хоуп. Веселенькое название. Не поверите, но у Литл Хоуп и правда мрачная история. Может, сразу пойдем? Без ваших нудных лекций. Слушай, а ты начинаешь меня раздражать. А, это еще ерунда. Продолжать. Немного манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? Попробуй сама за себя постоять. Господи, какая вредная бабулька. Я не собираюсь с тобой больше спорить. Может, хватит? Нам тут и без тебя проблем хватает. Ну. Что ты лезешь не в свои дела? Ну, бабуль. Мы только зря теряем время. Может, пойдем, пожалуйста. Думаешь, это хороший план? Идти в город. Почему нет? Я, конечно, уже согласилась, но что-то не уверена. Что предлагаешь? Может, вернешься со мной к автобусу? Окей. Зачем? Такая парочка обычно умирает сама первая. Я настаиваю, что разумнее будет держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем попутку и спасем вас всех. Что-то я не уверена, что тут попутки вообще есть. Хотя, погоди. Там же полицейский, он всех перенаправлял через Литл Хоуп. То есть, когда-то рано или поздно... Заблудились? Должны они привезти. Опять тут? Как это возможно? Ну, проехать должны рано или поздно. Какая-то странная херня творится. Боже, то лишился гордости, то дорогу не найдет. Ты к чему ведешь? Ты голову потерял. Так не бывает. Не знаю, что вы пытаетесь доказать, но у нас есть дела поважнее. Дэниел! Эй, осторожно! Хватит прикалываться! Что тут вообще происходит? М? Мы пойдем вдвоем. Это уже не смешно. В чем они делают? Что происходит? Зачем они назад возвращаются? Не понимаю. Опять назад. Слушай, это их возвращает назад. Прикол. Прикол. Мы шли в противоположную сторону. Так. Почему мы снова здесь? Прикол. Ладно, знаете что? Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Очень прошу, держитесь рядом. Не отставайте. А ты знаешь, как в этом фильме? Хотите, чтобы мы гуськом шли? Причем здесь гуськом? Ладно, ладно, иду. Блин, бабульку вообще бесит. Как его? Извне, извне сериал. Там тоже как бы... Когда ты попадаешь там в этот городок, ты уже оттуда выйти не можешь. Тебя все дороги обратно ведут, короче. И вот здесь какая-то та же самая фигня. Ну, вон они опять сюда пришли. Но их тащит, как бы, идите прямо назад. Вы не пойдете. Говорит, нет. Нет, нет, нет. Признаю, это немного странно. Не немного. Ну, я же говорил. Ну. Как я и говорила, это ловушка. Отсюда не уйти. Что надо делать? Успокойтесь. У нас есть и истеричка появилась. Должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да. Хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете. Не метафизику. Я знаю, кто во всем виноват. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом, Литл Хоуп. Вы забываетесь. Я не мог знать, что автобус перевернется. Я не виноват. Хватит херню нести! Следите за тоном. Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы. И все остальные. Что-то там двоицы, что ли, или еще что-то как-то. Так, извиняйся. Не понимаю, что происходит. Я не могу понять. Все, как ты сказал. Мы застряли в кошмаре. Тише. Все будет хорошо. Мы вместе найдем выход. Кто-нибудь думает, что справится лучше? Ну, вперед! Может, это глюк? Нам нужно выбраться. Почему я не сосредоточился? Были на тренировках. А, это, может, центр кто-то присутствует? Можете все заткнуться! Во! Так мы не найдем помощь. И не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Брандушинка пришел. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но между нами и городом тумана нет. Значит, пойдем туда. В чем смысл удаляться от автобуса? Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Будь в больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Ты уходишь? Куда это ты? Давай, пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. Ну, все правильно. Вы что, с ума сошли, что ли? Разъединяться нельзя. Ни в коем случае. Особенно всеми. Держите рядом с Даниэлом и действуйте за Джоном городом. А почему именно рядом с Даниэлом? Я что-то не могу рядом с Даниэлом и держаться. Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... А, вот так можно смотреться. Умираешь? Забудь. Там не очень правдоподобно было. Ой. Ой, киса. Давай киса. Давай кису потрогаем. Можно? Киса! Не убегай, киса, подожди. Блин, ну прикольно сделали хотя бы. Я потому что думала, сейчас она это пропадет. А она, видишь, пробежала в дорогу? А я не пошла туда, куда я пробежала, черная кошка. Я пошла в другую спорту. Не нравится мне это место. Так что нормально должно быть. Хоть пиво без паспорта. Ну да, есть какие-то плюсы. А почему пиво без паспорта? Откуда он знаешь, что без паспорта? Сейчас его спросим. Я уверена, что это хорошая идея. Он-то холопка какая-то. Надо проверить. Внутри может быть телефон. Я зайду и осмотрюсь. Давай. Мы за тобой. Почему мы не идем с ними? Анжела знает, что мы мутим. Я уверен. Мы правда сейчас это обсуждаем? Как будто у нас нет других, более важных проблем. Это правда важно. А что такого-то? А почему они от нее скрывают? Она типа его телка была бывшая. Она типа с бабкой мутилась сначала. Подороснул с ней. И такой, Анжела теперь все знает. Типа что такого? Говорю тебе. Ну знает, знает. И что? Уж надеюсь на это. Не хочу, чтобы она нас знала. Она ж тогда не заткнется. Ты что такого-то? Как будто реально она его бывшая. И она типа будет ревновать. Я еще не готова рассказать о нас. Но уже скоро. Обещаю. Что за бред-то? Что за глупость? Что сделать, чтобы ты поняла, что я тот, кто тебе нужен? Мне нужно знать, что на тебя можно рассчитывать. Что ты не подведешь. Догоним остальных. Из-за этого надо скрывать ваши отношения. Это тупость какая-то максимальная. Будем тут всю ночь стоять. Или войдем. Так он же один должен был войти. Почему они все толпы пошли? Ну это... Че это такое вообще? Непонятно. Сейчас что-то будет. Уля-ля. Че это было? Че это за хрень? Какая-то... Какой-то одноногий пират. Опа. Я думала, тут не будет людей. Почему-то. Типа Салент-Хилл, знаешь, городок? Ну, челик какой-то. Че смешно? Че смешно? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Вы тоже тут сострянули? Извините, что так ворвались. Наш автобус перевернулся неподалеку отсюда. Мы еще слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Да, заметно. Я Винц. Мне бы зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое... Тут поможет выпивка. Спасибо. Нет. Нужно мыслить ясно. Да пахнет, ладно. Ну, оставлю тут, если что. Угу. Решите обзор, что? Да бухай, ладно. Может, какие-то здравые идеи... Это плохо, да? Джон, продолжаем видеться. Не надо было пить, ладно. Ну, пусть... Далай, пусть расслабься человеком. Вам не стоит сейчас пить. В аварию попал. Ну, а это не пойдет. Один бокальчик можно было. Все, в порядке. Выпивка мое, все. Зачем приехали? Лидл Хоуп уже не тот, что прежде. А, любопытство? Что здесь случилось? Все выглядит заброшенным. Лидл Хоуп похож на... Город-призрак. Туман этот. Жизнь идет, так? А мы иногда стоим. Почему вы еще здесь? Если это и вправду такое гиблое место, почему вы здесь? Здесь, там. Когда как. В общем, я не могу помочь. Да что с ним не так? Угу. Это странно чел. Если у него что-то странное. Он безобидный. Просто выпил лишнего. Осмотримся. Не очень интересно, чем не обернется то, что я выпил. Может, и найдется. Застрял в своем мире. Доска для дартс. Я когда-то неплохо играл. Да? Поиграйте без проблем. Я пойду осмотрюсь. Он что, серьезно будет играть? Я думала, это сарказм. И она пошутила. А, она сейчас будет учить стрелять. Да? Сыграем немного. А потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой дабл. Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл-двадцатку. Используйся, чтобы прицелиться. Вот. Прям в центр давай. Оп. Ладно, что-то вы можете. Ну, еще бы. Профессионал. Теперь утроение двадцатки. Так, давай. Оп. Ну, очень хорошо. После такой ночи это почти олимпийский рекорд. На олимпийский в Дарс не играет. Разве не играет? Я думаю, игра. Сейчас в яблочко. Оп. Во, щас. Офигенный бросок. Это я. А вы лучше, Тейлор? Давайте вернемся к нашей цели. Ну, давайте. Давайте. Так, ну, все. Сейчас нам будут давать, короче, ходить. Я предлагаю нам на этом моменте закончить. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Заходите на дискорд сервер. У меня там происходит... Ну, пишу всякие анонсики, во что играем, когда стримаю. Все такое будет полезно. Интересно. Вот. И всем до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok